да пятерка пятерка ну вот не самом лучшем если там был бы свой зубкаешь был бы лучше намного это а теперь чуть-чуть пошли давайте я добавлю не калываем более подвижный лоскут и всегда с него начинаем в сторону неподвижного здесь наоборот потому что будем тянуть и то куда направление лоскута у нас будет мы начинаем с той стороны всегда накладывать шов первое прокалываем более подвижный лоскут и всегда с него начинаем в сторону не под а я не вижу все прекрасно иглодержатель есть еще меньше микрохирургия психологически объясню они почему-то перестали делать вот такие вот замки а делают пружинки я не могу никак к нему приспособиться у меня есть вот я по старинке так не как-то не получается у меня пришелся зашиваем звезды днём на до таким образом На самом деле, с того момента, как Зукелли все это модифицировал и придумал, мне кажется, что это настолько приятная и хорошая техника, которую может повторить любой доктор, не боясь никаких осложнений. Нет, я уменьшила немножко по вертикальному объему. И, может быть, уменьшила еще. Вы уже там планы коварные на тему пациентки строите, да? Вот я организовываю еще поработать. Да. Хотели бросить. Только сначала. Она полностью перекрывается, да? Да. В принципе, на этом уровне оставиваете, да? Не-не-не. Не, это... Обратили внимание? Я сначала нанесла первый фиксирующий шов. Ну, еще не затянули. Да. А потом ввела мембрану, а теперь я буду фиксировать и затягивать, потому что так удобнее. Стягивайте руками? Угу. Викрилом, да? Вы знаете, викрил закончился, и его почему-то в Северной Каролине не было, пятерки. Поэтому я купила, честно, ПГА, но уже перед Новым годом тут не до жира получилось. Ну, вон Дмитрий Николаевич вообще шьет кетгутэм, и у него все блестяще получается. Здесь у вас простой минутчный звуковый шов обычный. Без всяких выпендрюжек. А последующие такие же будут? Да. Только они будут накладываться поэтапно. Через один, да? Нет. Сближая лоскут. Сначала дистально, потом медиально, да. Потому что это для того, чтобы подтянуть. Конечно, да. Вся техника на этом построена. Не, я не прошиваю. Она хорошо легла, так у меня аккуратно. Зачем? То есть, вы сначала дистально, теперь нельзя? Да, да. Ладно, не буду делать, как нельзя. Нельзя продевать через контактный пункт нитки. Чтобы не компромировать? Нет, потому что они рвутся так. Что-то я вообще не это сделаю. Мы заговорили. Не надо было куда и шить. Слушайте, шелком шить не советую. Такие зоны. Мы вообще уже не знаем, что такое шелк. Я знаю, что такое шелк. Но не работаю им. Вот, шелком шить не советую. Просто только по одной простой причине, что он очень сильно микробный налет весь на себя собирает. И, конечно, эта вся бахрома потом воспалительная выглядит не самым лучшим образом. Очень похож на погону. Да. Не-не, мы не запутались. А? А? Я специально все делаю. А, никто не так же. Я что-то начала вам объяснять. Вот здесь вот надступите пальчиком, пожалуйста. Аккуратно только, да, вот так. Еще. А, придавите сосочек. Да. Ну, ты просто готова, ну, что-то шелк. Что-то шелк занимает половину операции. Нет, нет, сейчас, вы всегда. Просто неудобно, я стою, не работаю. Ну, хорошо. На таком шерсти, я не так и тут, чтобы показать. Ага. И все равно в колы вы всегда и ведете со стороны нюбра. Не всегда. Как удобно будет ситуация? Нет, здесь, поскольку приближающийся лоскут вестибулярный, направление швов должно быть нюбное. По-моему, в книге у кого-то. То есть, в базуке ли всегда с неба, да? Зависит туда, куда вы стремитесь лоскут адаптировать. Сторону, в которую вы... Куда подтягиваем, да? Да. Через сколько будете опережать? Вторую сторону. Линей. Не знаю, как захотят. Здесь у нас были жалобы конкретные. На чувствительность? На чувствительность в области, да. И мы решили, что надо сделаться. Не, не, не. Не, не. Чуть-чуть прикроем. Немножко прикрыть. Угу. Вы соберете, да? Угу. Немножко прикрыть. Немножко прикрыть. Немножко. Угу. Немножко. Уже не дошло. Ну, приatched. Ну, приятно. Ну, уже. Ну, уже не дошло. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...